всех приветствую дорогие друзья на канале роли game онлайн с вами россии и мы продолжаем играть в игру под названием battle war сага трое прошлый раз мы начали это делать выбирали фракцию это спарта царями и варит соответственно отправились в путь по возвращении елены прекрасной бы обратно как бы домой все уже погуляла немножко пора уже домой возвращаться и так значит войнули мы повстанцам немножко там у нас была стычка небольшая с третьего раза минилай отправляется обратно в спарту пополнить так сказать свои ряды значит давайте посмотрим что у нас там было по задание по заданиям значит три задания нас есть сбор войск 12 отрадов делаем состоящие последние лучше главное здание 2 поселения до максимального уровня царское распоряжение издать царский украс не задается через пять годов будет задание выполнено так значит колонизировали идти иду тут у нас есть вот как раз деревня строится завершаем немножко поторговали немножко заключили союзы точнее факты не нападение третий ход прошел потому что загружался так здание выполнено поселение лучше чем главное в любом поселении улучшили награда древесина камень отечника новая жаза завоевали сохранить у вас над одной и более провинциями и напрямую или через вассалов военных союзников так для того чтобы у нас была провинция нам нужно взять кеферу и но когда мы это будем делать тогда когда у нас у меня будет полный старт ну или хотя бы 12 так наем отрядов значит возьму наверно прачников одних это просто для того чтобы именно сдалека валили потому что застрельщики они немного поближе как бы бьют радиус где-то смотрел даже на доспехе до уйду урон боеприпасы урон скорость защита ближнем бою а вот дальнобольный уровень низкий у них но почему-то мне кажется они настреливали намного больше чем прачники так возьмем значит еще вот этих ребят и копья носа пожалуй пачков вот так так здесь что у нас задание выполнено нового задания давать еще с кем-то поторгуем точнее там дипломатия провинции не то известная фракции задания все не то все не так все не то так дипломатия что тут у нас есть интересного такого переговоры быстрый договор значит договор о ненападении мазонки и ну давайте с ними давайте со всеми на верочку чтобы договор обмена на 10 ходов так чего у вас там много у вас много беды да давайте мне тогда еду по поводу 200 я немножко конечно переборщил согласен так соточку отличный вариант я так считаю 6 относительно силу и фракции по сравнению со всеми 6 а у нас 45 но ой ну да какая себе спарта знаете слабоватская слабоватская потому что как бы я и управляем это пока быстро договор ближайший а это кто вообще а вы где вообще вот то я вас не знаю инфер нас айду пить ее ситуации а не не хочу все до свидания я с тобой не хочу дружить корин фиани да вот это клей они главное что я с этими ребятами которые ближе ко мне что у меня вот с ними все хорошо наверно уже есть доллар на есть вот это все на этом все завершаем ход возможно сейчас что-нибудь построим еще посмотрим так набранные отряды это он на сайт 10 мэнелэйс хорошо мэнелэйс давай наверное еще возьмем солдаты с дубинками и считаю но это не наши это не наши ребятки наши вот так что у нас там хочу еще пару таких ударных отрядов с топорщиками давайте еще копьеносов здесь еще наверно возьмем ухты вон с дубинками круто тут копьеносы то щитами видите тут бронза на не нужна сейчас застречу как у них еще завершаем пока ход копим ресурсы завершаем ход пойдем сейчас соберем статус наваляем есть сбор войск выполнено по довольствии бронза попали кузнам теряющий город улучшите главное здание в любом поселении до максимума вот это задание неправильно я прочитал в первый раз и тебя до 3 уровня да ну давайте наверное пока вот будем знать много много приобретенную скажем так будем от него приобретенную провинцию она добывает нам зерно зерно это хорошо зерно это важный ресурс разовый обмен аякс соломин я предлагаю свою искреннюю дружбу чтоб я вам как бы нормально у вас такие предложения по поводу дружбы чтоб я вам короче зубром да насыпал на основе нападение договора дарения на практике другой сломит дарит спарта ну ладно это как бы разовый обмен мы все равно там по дереву поигрываем они еще хотят чтобы он дарит еще 300 еды да они нам чудоют дерево 22 еще 7 ходу ну ты вообще наш сосед ближайший да ладно когда с тобой ругаться не будем забирать зерно я не хочу потом воевать на 58 фронтов поэтому избыток населения у нас провинции отлично близок точке это говорит нам о том что мы можем мы можем делать у ветер давайте здесь тогда карьер вот так вот вот так вот вот так вот здесь насчет каменные дома прирост тоже повысит тут у нас что можно лодочный пристань до давать и лодочный пристань давайте здесь о новом на света посмотрим по найму я хочу как 90 и вот так все завершаем как раз сейчас на последнем точнее ход пройдет издадим царский указ что есть уже хорошо так оборонительный союз предлагает нам можем блять твой союз вообще кирнат где и дружественный на агрессивный не не хочу следующий раз ты агрессивный ты сейчас какую-то хрень влезешь а мне потом мне нужно будет разгребать не хочу по 50-150 древесина хорошо развитое царство даймите отряды с помощью призыва к оружию выполнено 0 из 3 призыв героем дополнительного подмениваю хорошо тарске максимальная мощь начните хвостами это все отрядами в одном войске скоро новый царский указ начнется давайте кудри его теперь завершаем начинается мне как я понимаю объявляют войну объявляют мне войну какой-то извините тут у меня хуй с горы который хрен знает где вообще значит их союзники кто-то такие вообще а вы кто вы кто вообще перинф где вы находитесь вот это вы да вот это вот вот это алия а я далеко вообще оттуда отношения к союзниками генная надежность давай война так война короче не знаю с кем мы воюем но короче воюем любом случае тоже война так крути ух ты колесницы хочу приступать у себя вот это слушайте классная штука такая мне так нравится что можно нанимать там хренов из-за буград куда хочешь вообще взведение построить и карьер есть война объявлена аптера и спарта аптера и микены нарик и така завершаем ходит так разовый обмен просто так да вырадно рядом пускай вы все думаете что я прогибаюсь на самом деле там мы просто коварный план выждать и потом нанести вам молниеносный удар провести операцию соски пески вместе мы добьемся многого 90 камня мы с ними меняемся чем ничем с ними не меняемся а у них много дерева а давайте мы немножко встречное предложение сделаем договор обмена мне будете давать дерево 20 хера да ну хотя бы по 5 хотя бы по 5 а почему бы и нет хоть что-нибудь что нужно сделать надо построить кому-то алтарь я думаю так и мы будем воевать очень сильно так храм что тут у нас есть аполлон арес зевс гера афины посейдона и афродиты бог войны арес если я не ошибаюсь когда-то в школе учил давать наверно стоимость такому плюс 25 процентов что нам дает значит предельное количество жриц один позволяет нанимать жриц натиск после найма отряда в этом регионе плюс шесть процентов атака в ближнем бою для всех отряда при нами плюс 4 ну хорошо мне это нравится стоматами цены наборных отрядов минус 5 неси а у аполлона склонность афины начали уровень героев 2 ой хорошо как условно сет строительство всех зданий позволяет нанимали риц но здесь они по ходу все позволяет нанимать но насколько я знаю потом в принципе можно менять так сказать алтари в том плане что сегодня ты поклоняешься к примеру аресу завтра ты решил поклониться афродити то ты быстренько опа как бы флаг поменял и ты уже афродити поклоняешься в принципе тоже хорошая идея я считаю что что вы хотите разовый 70 мы с вами чем-то торгуем да хорошо договор о праве прохода я вообще не знаю где ты братан но ты хочешь проходить через мои земли проходи ты на них не даешь еще так золото продовольствие бронзе получили все короче выходим валять пидюлину тому хлопту нет не там это ж мой город ребят вот сюда наручение валять ему по башке потому что все надо захватывать получать уже военный союз то рейтинг силы 5 и дали цианист держится своего рода и племени с недоверием относится ко всем чужакам столб виновится влиятельный двинайский вождь держит нос по поветру всегда действует ради собственно выгоды в любой момент может передать союзников блять вот это конечно как-то я хер его знать с кем у тебя война а ты кто лишь не атера это это и есть хорошо договоры оборонительные участники военного союза обязуется пойти другу на помощь в случае нападения третьей стороны а также в нападении на других героев или фракции когда тип союза накладывает больше всего обязательством замещает оборонительный союз давай так и он тоже сказал ладно он начинается давайте избавьте избавьте меня вот это все информации не нужно хорошо давайте от неудачи ребятки побольше комментариев вопросы если есть по поводу империал говори когда-то будет прохладением и когда-то будет они сегодня и не завтра арест наши храмы есть еще тарская рука наймите агентом одного человека сейчас мы это сделаем парта моем агента жрица все жрицы почитатель аполлона почитателя побед ты вот почитатель ареса не интересует на царской руках готова из сотки продовольствия 20 хорошо тайные успешно выполнить любое действие агента бывает это чеши сюда не ну вот так хотя бы хотя бы вот так так сейчас три хода пройдет получим этот скажите мне наш указ вот издан то есть уже хорошо ускоряем эту дичь перемотка вперед мне интересно что там происходит вообще в принципе хотя нет вот там интересно какие-то действия прям а это вражина наша пришла ребята вот это поворот это вражина вот это вот где год так они вообще близенько ладно разберемся сейчас договора минного нападения камень 34 это аркадияне ага аркадияне да а у нас с кем война с аптера где они они где-то там да нет слышишь брату пошло ты на вы что-то сильно много себя начали все подвалять какие-то такие вам должен сумму баснословую платить за то чтобы вы на меня не напали но западите попробуем кого тут я типа больше я просто такой почему ребят крутой потому что как бы до 20 входа я еще могу эти играть а потом меня начинают хлобучить по-взрослому и как бы на это все заканчивается бессмертная слава приведите ритуал и таком отлично давайте проведем ритуал и таком бы это вроде как я понимаю это приношение где там храма так и таком расскажите дипломатия вот она штука принеси жертву богам это придется потратить ресурсы хорошо давайте я хочу ехать блядя блядь я не блин я не там украл эту гетокомбу грёбаную урон от всего оружия пачка процентов стоимость нам и у всех военных отрядов в регионах со своим влиянием вся фракция хорошо можно сейчас активно нанимать потому что у нас так сказать пошел пошел сейчас баб я понимаю на данный момент да вот гера военная служба почитает урон от оружия прочников процентов как раз мы и проверим насколько это правда гера урмпич по всему взрос наше хамю обряды выгодны богам хорошо это для тебя гера хорошо так цели накопить вести 50 очков благосклонности любого бога попробуем попожди чё не вор смысл не вор давай шуруй чё ноу в чем проблема ну так на корабль садись начинает это вот выпендиваться где-то метод моя похожая на гейшу агенша че правильно агент лицо не страшно как у меня в жизни строк с носом из истёк истёк надо будет заново по заключать договоры но это мы наверное уже ребятки сделаем следующая серия спасибо вам за просмотр ставьте лайк подписывайтесь на наш канал если вы это еще не сделали заходите на канал моего товарища the dogfazer ну и берегите себя и близких всем пока с вами был росси до скорых встреч